Торжественный вынос знамени на плацу военного училища. Так, по традиции, каждый год начинается праздник, день рождения Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи имени генерала армии Епишева. В этом году учебное заведение отмечает 51-ю годовщину со дня своего основания. Сегодня просто день училища, 51-я годовщина. Через год будут 52 и так далее. Через 50 здесь на плацу будет стоять 2-3 человека, дай бог. И тоже будут праздновать очередную годовщину. Вся ценность как раз заключается в том, чтобы ежегодно кто-то приходил. Я вам скажу, что единственное, по-моему, да, единственное училище в России и на постсоветском пространстве, где вот такое мероприятие проходит на плацу родного училища. Таких примеров больше нет. Это надо ценить. И этим надо гордиться. Донецкое военно-политическое училище было расформировано в 95-м году. Тогда оказалось, что все утеряно безвозвратно, но связь поколений не прервалась. Все самые лучшие традиции были сохранены в сердцах тех, кто здесь когда-то учился. И почти через 20 лет уже в Донецкой Народной Республике было создано новое военное учебное учреждение «Донецкое высшее общевойсковое командное училище». Я приветствую здесь настоящих офицеров, выпускников этого училища. Поверьте мне, что наши курсанты, теперь уже ваши дети, достойны вас. Мы воспитываем их в правильном ключе. Мы воспитываем их на идеи русского мира, на славном русском и советском опыте офицеров. И я думаю, что они будут достойными защитниками нашего Отечества. Для того, чтобы эта связь поколений не прервалась, Республиканский союз ветеранов ДВВПУ собирается открыть музей-училище. Сейчас ведется активная подготовка. Ремонтируются помещения, подбираются экспонаты. Помещения есть, и будем оборудовать, будем ремонтировать. Бригада уже ждет. Уже экспонаты есть, что там должно размещаться. Пополняется, да, с каждым годом все больше и больше. К сожалению, люди только вот уходят. Особенно преподаватели, служащие, которые работали в училище, которые помогали нам, учили всех ребят. Ну, вот так вот. Стараемся держаться, стараемся не забывать никого. Офицеры не забывают никого. Ни боевых товарищей, которые нуждаются в помощи, ни тех, кто погиб, выполняя свой долг перед Родиной. К вечному огню возложили цветы. Вознаменование столетия Советской Армии и Военно-Морского Флота выпускники училища были награждены медалями и грамотами. Затем, по традиции, торжественный марш перед трибуной. Встреча выпускников завершилась у полевой кухни. Курсанты приготовили для своих гостей настоящую солдатскую кашу с тушенкой. Каждая такая встреча незабываемая, но в этот раз попрощались не до следующего года. Договорились в начале сентября принять самое активное участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине со дня освобождения Донбасса.